На прошлой неделе Барнаул прогремел на всю страну с очередным скандалом жестокого обращения с детьми в школе. Причем сами же дети издевались над своими сверстниками и выкладывали видео в интернет. Когда родители стали бить тревогу, вскрылось множество подобных случаев. Как защитить себя и что делать взрослым, чтобы их дети с несых детьми не возникало подобного? Мы сегодня об этом порассуждаем с начальником отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края Ольгой Плешковой. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятен и страх, и детей, и даже родители, наверное, безусловно, дети, тем более подростки, такая достаточно диагноз, да, сам по себе слово подросток, не будут говорить об этом взрослым. Вот как взрослым понять, что может стать сигналом, как понять, что с ребенком что-то не то? Есть признаки внешние, есть признаки изменения в поведении. Ребят, есть и ряд признаков косвенных, по которым родители, безусловно, могут понять, что с ребенком происходит что-то его волнующее, о чем он пока не хотел бы делиться. Первый из этих признаков — ребенок, как ни странно, меньше сидит в интернете. Он старается либо не отвечать на звонки, либо, посмотрев телефон, отложить его в сторону. Тоже признак. Уединяется часто. Не ходит на мероприятия, которые посещал раньше. Например, перестает ходить на дни рождения, на тренировки и так далее. Кроме того, признаки могут быть и внешне, и извне, со стороны, когда вам в квартиру позвонили и не отвечают, либо бесконечные звонки идут на телефон ребенка и молчание. То есть это тоже одни из признаков. Сегодня принято говорить и о физическом, и психическом насилии напрямую, либо через интернет, так называемый кибербуллинг. И о тех и других случаях родителям полезно знать. Если ребенок не находит понимания со стороны учителя, со стороны родителей, такое тоже бывает, что делать и куда он может обратиться? Есть ли какая-то помощь? Безусловно, в первую очередь мы рекомендуем и с ребятами очень часто на эту тему беседуем обращаться на детский телефон доверия. Это анонимная психологическая служба. Телефон работает круглосуточно, телефон бесплатный. И в нашем Алтайском крае 25 специально обученных психологов работают в этой службе. Давайте назовем этот номер, если его знают. А, номер, конечно, 8 800 2122. Дети звонят, звонки поступают. Чаще всего это как раз отношения полов, детско-родительские отношения, отношения детей в коллективе. Вы как-то отслеживаете эти звонки? Помогло, не помогло? Дальше какого судьба лета невозможна? Мы анализируем, какого характера были звонки. Если звонок, требующий срочного вмешательства, специалисты находят, куда этот звонок передать, этот сигнал. И, безусловно, либо органы опеки и попечительства, если речь идет о жестоком обращении, либо педагоги-психологи, либо службы социальных педагогов, безусловно, находят этот сигнал, выезжают, оказывают срочную помощь. Ольга Александровна, анализируя последние годы, может быть, работа наша такая специфика, что слишком много информации, складывается ощущение, что жестокости в детской, подростковой среде стало больше. Так ли это? Как вы считаете, оцените? Вы практически ответили на этот вопрос. Стало больше информации. Стало больше информации, и ребята сами усиливают этот информационный поток, выкладывание в сеть вот этих случаев. Здесь проблема носит многоаспектный характер. Во-первых, то, что наши дети, наши подростки практически переселились в интернет и живут той кибер-жизнью, виртуальной жизнью, это, конечно, накладывает отпечаток. Необходимо учиться контактировать, необходимо учиться коммуницировать, общаться со сверстниками. Вместо этого идет вот такая нереальная жизнь, фотографии, съемки, и каждый ребенок хочет выделиться так или иначе. Самореализоваться, если не в какой-то плоскости практической, не в сфере талантов или интеллектуальных достижений, то хотя бы так. Вот это, на мой взгляд, усиливает. Вместе с тем, средства, как противостоять возрастанию детской агрессии, на сегодняшний день есть. Есть методики. Буквально в 2017 году нашим краю издано вот такое прекрасное, замечательное пособие. Как раз на эту тему... Возвращение насилия в образовательных организациях. А где можно его взять и ознакомить? В электронном виде оно размещено и на сайте нашего министерства, на сайте АКИПКРО Института повышения квалификации работников образования. Особенность его в том, что здесь пошагово, буквально инструкция, каким образом вести себя руководителю организации, педагогическому работнику, что делать родителям, как помочь детям. То есть здесь есть ответы буквально на все вопросы. Ольга Александровна, еще вопрос. Всероссийский день правовой грамотности школьников и их родителей перерос у вас в месячник целый. В чем необходимость и потребность была такая? И как вы помогаете? Каким вопросом обучаете школьников и взрослых? Вы правильно заметили. Детям обязательно необходимо просто знать, какие статьи сегодня в уголовном кодексе посвящены как раз этому возрасту. И тому, что нам кажется хулиганством, на самом деле это уже правонарушение или даже преступление. Ну и, конечно, дни правовой помощи, они посвящены также и повышению правовой грамотности родителей. Знать вот эти вот аспекты юридические, им тоже необходимо. Спасибо вам большое за беседу и за время. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с начальником отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края Ольгой Плешковой. Берегите себя и своих детей. До встречи.